Проблемы с покупкой социальных проездных билетов на почте возникают периодически. Обычно льготники сталкиваются с отсутствием проездных в каком-то определенном отделении. Но на этот раз ситуация другая. Льготница из Балакова не смогла приобрести положенный билет, потому что по ее документам кто-то его уже купил. И такое происходило не единожды. Что вообще сейчас происходит с проездными? Хватает ли их всем льготникам? И как сотрудники почты справляются с тем, что социальные билеты периодически заканчиваются? Для покупки единого социального проездного билета гражданин должен предъявить паспорт и документ, подтверждающий право на льготу. Соответственно, когда он приходит в отделение почтовой связи, у него оператор проверяет личность. И по данному документу, данные данного документа заносят в базу. База — это система, которую Министерство социальной защиты населения Саратовской области предоставляет организациям, которые занимаются реализацией единых социальных проездных билетов. Это своеобразный реестр, в котором содержатся только цифровые значения. Почему это сделано? С целью защиты персональных данных граждан. Соответственно, на этом этапе иногда могут возникать проблемы. Так как отсутствуют фамилии, имена, отчества и адреса, соответственно, при вводе данных может возникнуть ситуация, при которой данный номер документа уже задействован. Как это может быть? База — единая по всей территории Саратовской области. Соответственно, например, если мы возьмем справки учащихся, справка, выданная в Балаково, она может совпадать с номером справки с той, которая выдана в Энгельсе. И в этой ситуации оператор производит проверку по остальным документам, которые предоставляют ему гражданин, и список этих документов неоднократно выводился до граждан. Если мы возьмем пример с НИЛСа, то о данной ситуации мы слышим впервые. В данный момент сейчас сотрудники почтамта проводят проверку по данному факту. Но смею вас заверить, то есть, что каждый гражданин Саратовской области, имеющий право на налоговую, обязательно получит этот производительный билет. Ну вот смотрите, вот она пришла, ей сказали, ну на вашу комнату куплено же все. Ей что делать? Какой алгоритм должен? Куда она обратиться? Должна комната? В случае возникновения проблем при покупке производительного билета, необходимо обратиться к начальнику данного почтового отделения, либо граждане могут обратиться непосредственно на почтамт по номеру 62-25-43. Обязательно поможем. Ну вообще, сколько проездные у нас сейчас подсадки? Если у тебя очереди на них не хватает, и с какой по такой вывода есть? Ну вот в феврале мы сейчас реализуем их по 4 число, это ежемесячно проходит. Проездные билеты УФП Саратовской области реализуют с конца 2015 года. Ежемесячная реализация составляет порядка 80 тысяч экземпляров. Данные квоты распределяются среди организаций, которые занимаются реализацией билетов, и объем их согласовывается с тем реестром, который представляет Министерство социальной защиты населения. Соответственно, ситуация, при которой гражданину не достанется проездной билет, она практически исключена. За 150 рублей он получает 50 билетов, и 25 билетов за 75 рублей. Я не могу сказать вам про Министерство, но у нас в УПС, когда происходит такая ситуация, действует достаточно оперативно. Соответственно, мы работаем на опережение, если мы видим, что у нас заканчиваются билеты, хотя их количество берется на основании истории продаж за предыдущий месяц, то в такой ситуации, соответственно, мы делаем запросы в УПС, и нам доставлять необходимое количество, чтобы, соответственно, все граждане были удовлетворены спросом. На каких почтовых отделениях реализуются проездные билеты? На территории города Балакова реализация единых социальных проездных билетов проводится в 12 отделениях почтовой связи. То есть, если на одном нет, значит, можно куда-то поехать и найдешь. Абсолютно верно. Можно также позвонить на вышеозвученный номер 62 25 43, и сотрудник почтамта подскажет вам, где они есть в наличии 100% вероятности. Смотрите.